вы наверное читали какие-то мои рассказы из цикла байки из бара я рассказывал о том как я работал барменом в севастопольском баре тупик кроме тупика я работал еще в райском уголке такой был странный барчик с комнатами для клиентов с трипом и баром и сауной я начал готовить такой кофе назывался у нас меню пароманов очень необычный тип при приготовлении кофе это кофе с чесноком здесь хотите убили удивить своих друзей это именно тот способ который вам поможет делается очень просто сейчас расскажу сначала берем зубчик чеснока на одну порцию кофе вот этого зубчика будет очень много поэтому возьмем от него половину режем на крупные части ноги на пластинке можно нарезать не очень важно какой они будут формы джезу или в турку кому как привычный наливаем воду бросаем туда чеснок кладем ложку меда пока ждем о закипании давайте расскажу вам немножко вообще о баре райский уголок он находился на радио уборки вход такая неприметная дверь сверху была вывеска но небольшая ну буквально там состояние 100 метров уже вряд ли бы и увидеть поработал одинаково хорошо и летом и зимой хотя обычно в севастополе бары сезонные ну потому что более популярны те бары которые на пляж в баре мне было скучно мне все время хотелось что-нибудь новое новое придумать поэтому я уже рассказывал как я подсаживал клиентов на северной стороне на коктейле это было непросто потому что народ на северной ну такой простой в принципе и привычный больше к каким-то там зависала вам с водкой шампанским коньяком и там как это произошло в принципе можете прочитать моей статье про то как я приучал своих клиентов коктейлям ну кроме всего этого еще учтите что интернета не было и информацию о том как и что делать ну искали буквально там разрозненно по каким-то журналам по знакомым фактически там какого-то там источника где можно было бы сейчас поискать как мы привыкли гуглить такого неба но где-то в одном из журналов я наткнулся вот на такой способ и будет приготовление кофе насчет чеснока можете не беспокоиться он сильно вкус не изменит он добавит странный такой привкус но не запаха не вкуса чеснока вы не ощутите это необычный вкус и я думаю что вам понравится принципе нравилось всем кто пробовал но это понятно в райском уголке помимо кофе по романовски я еще делал строкотеллу при этом для приготовления использовал горячий шоколад который сам же и делал делала его из какао золотой ярлык обычного советского который права продавался магазинах сахара сливочного масла получалась такая очень густая масса которую ну как концентрированный горячий шоколад который позже можно было разбавлять кипятком допустим и получался очень вкусный напиток действительно любили люди его заказывать кроме того я делал строкотеллу нам привозили очень вкусный пломбир я доводил его до состояния чуть подрастающего когда его можно месить и по капле вливал в него вот этот вот свой горячий шоколад получалось строкотелло ну строкотелло как бы вручную сделано в общем это были такие хитовые вещи которые я делал в этом баре второму бармену обычно это нафиг было не нужно более того когда я в тупике подсаживал людей на коктейли то мои сменщики коктейль лист прятали потому что не хотелось этим заниматься у меня наоборот в принципе то есть чем больше брали коктейли тем больше зарабатывал на этом мне неинтересно было заниматься недоливом мне интереснее было в принципе то есть там хороший хорошая прибыль получалась по коктейлям мне это было значительно интересную шейкер мне такие как я написал теперь просто вынимаем чеснок он весь всплыл подготовленная вода у нас уже есть вот на этой воде мы и будем варить кофе не знаю уж имеет ли какой-то смысл этот ритуал почему-то когда-то меня учили так варить кофе что бы вы не подумали то это пить нельзя на ваших глазах я пью кофе чесноком ты большой молодец в общем удивляйте своих друзей это очень простой способ это сделать ну если ваши друзья не вампиры конечно что-то опасно